Спасибо, господин Линдерман, вот для вас эта связка, значит, война Кнаба против олигархов, выборы президента, вообще все складываешь в какую-то общую картину? Такая, ну, теория заговоров, хороший дюдик такой, понимаете, перестрелки большие. Андрей, я счастлив, что я вот всего этого не знаю и очень мало интересуюсь. Вот у меня есть большая тема, да, вот русский язык. Мне очень хорошо от этого. Хорошо, а если бы вот эти... Хорошо, господин Линдерман, это очень мелко все. Если бы русский язык был государственным, что, не было бы войны против Лембергса, Заттлерс бы не разогнал Сейм, это что, гарантия того, что политические остальные процессы будут заморожены? Нет, ну, процессы не будут заморожены. Ну, понятно, что есть люди, которые за 90-е годы забрали какие-то деньги. Сейчас другие люди, которые за 90-е годы не успели собрать эти деньги, создали, как бы, несколько там полицейских структур, чтобы забрать деньги у тех, кто забрал их, собрал их в 90-х. Вот и все, что я вижу. Больше ничего. У нас есть еще один звонок. Мы звоним представителю и руководителю парламентской фракции движения за хорошую Латвию. Это Эдгар Заланс, в прошлом, кстати сказать, и министр правительства. Он занимал пост министра регионального развития. Господин Заланс, добрый вечер. Добрый вечер. А вот ваш партия, ваша фракция, вернее, с самого первого дня недвусмысленно говорила о том, что обязательно будет голосовать за поддержку, за, так сказать, переизбрание на второй срок президента Валдиса Заттлорса. Ну и что для вас? Вчерашний шаг Заттлорса – это черная его неблагодарность? Как вы это оцениваете? Нет, ну, знаете, мы выдвинули Заттлорса как раз из-за того, что мы считали, что он сохранит последовательность и политическая стабильность, будет прагматичным, рациональным и так далее. Ну, со своим вчерашним заявлением он, в принципе, все это сам опроверг. То есть, в принципе, он опроверг для нас то, за что мы его, в принципе, выдвинули, да. А кто теперь может быть идеальным кандидатом в президенты вместо Заттлорса для хорошей Латвии? Ну, знаете, у нас будет завтра заседание фракции, то есть мы будем как раз об этом говорить, и пока что нету версии. Мы будем дискутировать про обоих кандидатов, которые мы сейчас имеем. Ну, и еще хочу ваш комментарий слышать на тему, почему генеральный прокурор в своих письмах в парламент был столь непоследовательный. В одной депеше он говорит, не настаивает на обыске в квартире Шлессерса вашего сопартийца, вашего коллеги, товарища по фракции. В другом письме говорит, что непременно нужно обыски проводить. Вот что это, на ваш взгляд? Ну да, но это, как вы сказали, непоследовательность. Это как раз и вот это, ну, непоследовательность немножко, но из-за этого и было такое решение в комиссии, да, что они там два раза сошли вместе и это не поняли. Ну, знаете, там непоследовательность и в других делах. Там же сначала, то есть там, где вот решение суда об обыске, да, оно намного, так сказать, то есть решение КНАБ, которое после этого уже намного шире, чем вот то, о чем суд принимал решение. И как раз поэтому, я думаю, парламент не проголосовал, все не проголосовали за, чтобы было очень много неясностей, почему это. Ну, пусть там генпрокурор там, КНАБ и все объясняют, да. Спасибо большое. Это Эдгар Заланс, глава парламентской фракции.